Как известно, охота – развлечение не для каждого. Для того, чтобы провести пару суток вдали от цивилизации с ружьем наперевес, нужно иметь на него разрешение, а также охотничий билет, лицензию и путевку. Но количество любителей лесного досуга с каждым годом становится все больше. Благо, охотничьи угодья на Сергийской земле славятся обилием дичи. Охота набирает свою силу, потому что приходят новые молодые ребята, получают охотничьи билеты, также приобретают огнестрельное оружие и осваивают азы охоты. Это интересно, это на самом деле хороший досуг. В настоящее время открыто сразу несколько видов охоты. С 15 сентября, например, можно добывать зайца и лисицу. С 1 октября – копытных животных и барсука. До 31 декабря можно охотиться и на водоплавающую дичь. Стоит отметить, что в этом году площадь общедоступных охотничьих угодий пополнилась еще одним хозяйством. В июле примерно этого года пользователь акционерного общества «Самарский подшипниковый завод» отказался от долгосрочного пользования и хозяйство перешло в общедоступные территории охотничьих угодий. И если у нас раньше в районе было порядка 13 тысяч гектар, то сейчас у нас территория увеличилась до 31 тысячи. Открытие охотничьей территории неподалеку от села Чекалина повлекло увеличение количества желающих поохотиться в ранее недоступных полях и лесных массивах. Уже сейчас разрешение на осуществление данного вида деятельности получили более 300 человек. В принципе, путевки всегда тут доступны, есть и цена доступна, ничего не взять. Так что очень удобно. Сейчас Чекалинская общедоступна стала. Жверь есть там, заяц, утка, водоемов много. Сейчас вообще в последнее время дичи стало много в связи с охраной. Инспектор новый у нас хороший. К сожалению, есть и те, кто нарушает правила. Некоторые отправляются в леса без соответствующих документов, а кого-то не смущает и то, что убитая дичь занесена в Красную книгу. На сегодняшний день к административной ответственности привлечено порядка 30 охотников. К уголовной всего один. Достаточно частым нарушением является это несоблюдение границ. Все-таки у нас в районе находится 9 охотхозяйств закрепленных. И те охотники, которые приезжают, допустим, с города, с соседних районов, даже местные молодые охотники, да и старые допускают такие ошибки, что заходит за границу участка, естественно, то разрешение, которое у него на руках, оно уже как бы недействительное. И человек занимается уже, скажем так, незаконной охотничьей деятельностью. Наказанием за несоблюдение границ и иные административные нарушения может стать штраф размером до нескольких тысяч рублей. Возможно, и конфискация оружия. Но в случае браконьерства дело доходит до суда. И провинившегося ждут весьма суровые санкции, вплоть до лишения свободы.